Добрый вечер. Мы с вами начинали общаться по поводу судейской работы и всего остального. Давайте продолжим. Расскажите, пожалуйста, как здесь работает судейская бригада, есть ли что-то новое судейство здесь конкретно? И как проходит турнир с точки зрения судей? Слава Богу, ничего нового нет. Международная Федерация Дзюдо никакие новшества не вводит, как уже было заявлено до Олимпийских игр. В связи с этим работаем по старым правилам, по старым требованиям. На мой взгляд, все идет хорошо на этом первенстве. Давайте еще поговорим о квалификационной стороне. Проходят судейские семинары и в России, и за рубежом. Как он не проходит и что там происходит с судьями? Как вы там работаете? На самом высшем уровне на семинарах Международной Федерации Дзюдо даются рекомендации по тем или иным сложным ситуациям. Там готовится видео из прошедших соревнований, которые вызвало обсуждение среди специалистов. И судейская комиссия готовит эти видео и готовит к ним комментарии, доводит до сведения, как трактовать те или иные сложные моменты. Если спускаемся на уровень ниже, на национальный уровень, мы также готовим материалы с наших первенств России, в которых были изменены решения судей, либо которые действительно вызвали сложность в принятии решений даже у судейской комиссии. Мы берем эти сложные моменты, разбираем их и говорим, почему нужно принимать то или иное решение на семинаре. И плюс к этому мы проводим квалификационный зачет в виде теста для судей, где все судьи могут принять участие в этом тесте, а те, кому нужно выполнить требования, подтвердить всероссийскую категорию или наоборот подготовить документы на выполнение всероссийской категории, они могут пройти этот тест и, соответственно, сдать квалификационный зачет. А как проход этот тест? Какие-то видео показываются? Есть программа, которая состоит из 20 вопросов, 10 видео вопросов, 10 теоретических вопросов. Дается вопрос и варианты ответов судья должен выбрать из вариантов один или несколько правильных ответов. Из этого складывается результат. На подтверждение сервисской категории нужно набрать 75% правильных ответов. На первую категорию 70%, на вторую 65% и на третью 60%. Вот это требования Минспорта, поэтому здесь ничего нового нет. Если кто-то захочет стать судьей в ЗИДО, какой путь ему надо пройти и со скольких лет можно начинать? Я думаю, что нужно в первую очередь, конечно, захотеть и выразить свое желание в том учреждении, в котором он проходит либо работать, либо проходит обучение, сказать личному тренеру, если это молодой спортсмен, если это уже тот молодой человек, который уже работает тренером, то руководителям коллегии и судей своего субъекта сказать, что я хочу принимать участие в судействе, пройти семинар, пройти обучение и приступить к работе. Какой самый маленький возраст у вас стажируется сейчас на татаме? Я думаю, что на внутренних соревнованиях в Тюменской области, где я живу, там начиная, думаю, что детишки от 11-12 лет уже принимают участие в соревнованиях, на секундомерах, на контроле кимоно, на вспомогательных службах уже принимают участие. Все желающие ребята, которые проявляют свое желание поучаствовать в проведении соревнований, конечно же, мы приветствуем и приглашаем их к этой работе. Мы сами заинтересованы, чтобы у нас ребята обучались, ребята участвовали в этих соревнованиях, они не только смотрят и помогают проводить, но и они сами учатся на данных соревнованиях, на каких-либо конкретных соревнованиях. Учатся у старшего поколения, учатся у судей, смотрят, как их старшие коллеги уже в этом случае работают. Судья обязательно должен быть спортсменом? Должен быть знаком с видом спорта дзюдо, это как минимум. Не обязательно, нет таких требований, чтобы он должен быть спортсменом такого-то класса, там входить в состав такой-то сборной страны, таких требований нет. Но чтобы он был спортсменом и был знаком с предметом дзюдо, это, конечно, необходимо. Вы не скучаете по судейству на татами? Был момент, когда я скучал, было это в течение первых двух лет, когда я уже не судил на татами, а потом прошло, потом прошло, все закрутилось уже, новые функции, новая работа, поэтому сейчас уже нет, сейчас не скучаю, но зато есть мотивация смотреть, как растут наши коллеги, как вот Василий Смолин и Евгений Рахлин, как они растут, как они работают, как они отбираются на Олимпиаду. В ближайшее время уже станет известно, кто из них будет номинирован на Олимпийские игры, а кто из них на Паралимпийские игры. Это у меня тоже вызывает интерес, я с удовольствием за ними слежу, общаюсь, обмениваюсь информацией, поэтому уже захватил новую работу. Отлично, спасибо большое.